Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Сегодня я предлагаю вновь поговорить о ретиноле, потому что эта тема по-прежнему актуальная, популярная. Ну и, собственно говоря, сейчас самый сезон, потому что если мы говорим о ретиноле классической форме, особенно о ретиноле прямого действия, то чаще всего, конечно, люди его используют осенью и зимой. Я сегодня отвечу на, наверное, самые популярные вопросы о ретиноле, на которые я еще не отвечала или отвечала вскользь, потому что очень многие темы мы обсуждали. Есть подборки ретиноловые за разные годы. То есть, если вы в поисковике наберете Ксения Веберетинол, вам попадут все мои видео про ретинол за эти годы. Давайте же скорее начинать. Первый вопрос, который бы я хотела с вами обсудить, он поднялся, по-моему, в конце прошлого года. Я не совсем точно знаю, откуда эта волна пошла, но вдруг в комментариях стали писать о том, что не стоит использовать ретинол, когда мы используем микротоки или домашние гаджеты. Я постаралась найти какие-то исследования на эту тему, я ничего не нашла. Единственное, что я нашла, так это то, что в описании к некоторым приборам, например, прибор New Face, производитель пишет, пожалуйста, не используйте ретинол за ночь до использования микротоков. То есть, буквально получается, что вы вечером используете ретинол, а утром вы уже можете использовать микротоки или через день. То есть, такая не совсем понятная формулировка. Но, опять же, здесь недостаточно вводных, не совсем понятно, что производитель хочет этим сказать. Если человек опытный ретинольщик, если он ретинолом, и почему именно ретинолом, да, а не ретиналем или ретинуатом, он пользуется достаточно давно, то есть, его кожа адаптирована, касается ли его это правило. Или если человек только начинает использовать ретинол, и кожа очень сильно раздражена, или все еще раздражается, в таком случае не нужно использовать микротоки. И не совсем понятно все-таки, чем это ограничение вызвано, потому что микротоки – это способ стимуляции кожи, достаточно поверхностный. То есть, как правило, микротоки, если мы говорим именно про микротоки, не про РФ, не про ЕМС, действуют на поверхности эпидермиса и в верхних его слоях. То есть, вообще не затрагивают толком кровоток, так глобально. То есть, улучшают микроциркуляцию, безусловно, но каких-то глобальных перемен не происходит. Как минимум, мы можем с вами это понимать, потому что после применения микротоков у нас не бывает какой-то красноты лица, какой-то гиперемии, которая сутками держится. Наоборот, мы знаем, что микротоки используются после пластических операций, после ортодонтических операций для того, чтобы снять отек, потому что, по сути, это единственный способ снять отек без травматизации тканей и вообще без какого бы то ни было болезненного контакта. То есть, даже на поврежденных тканях от микротоков гораздо больше плюсов, чем потенциальных минусов. И хотелось бы, конечно, про эти потенциальные минусы какую-то более подробную информацию получить. В любом случае, если вы используете ретинол, и у вас есть какие-то опасения по поводу использования микротоков, всегда можно перейти на какое-то локальное применение этих самых микротоков. Например, пользоваться ими только вокруг глаз. Кстати, тут был вопрос по поводу массажера вокруг глаз. Спрашивали именно ЕМС полноценный, но для области вокруг глаз, потому что те гаджеты, которые я вам показывала, они либо были рассчитаны на все лицо, и там была опция для глаз, либо этой опции не было вообще. Или если продаются отдельные гаджеты, я вам такие показывала, там в лучшем случае функция нагрева, и едва-едва ощутимые микротоки. А спрашивали именно про ЕМС, такой полноценный вообще режимы для глаз. Поэтому мой ответ будет таким. Вы смотрите на состояние кожи, на отклик. Если вы понимаете, что с момента использования ретинола и совместного использования микротоков с ними что-то происходит, то есть вот вы отдельно использовали микротоки, полет нормальный. Отдельно использовали ретинол, полет нормальный. Объединили эти две процедуры, и что-то стало происходить. То есть, например, чувствительность кожи поменялась. Хотя мне кажется, что рационально думать о том, что если есть какое-то ограничение на применение микротоков и ретинола, может быть, наоборот, снижается действие ретинола в таком случае, гипотетически. То есть как-то так. Но мне очень трудно понять, откуда ноги растут. Если мы с вами будем обсуждать гаджеты для локального применения, я нашла вот такой вот гаджет. Это бренд Ellen Delskin. Я ничего вам еще не показывала от этого бренда. Хотя вопросов по этому бренду достаточно много. И вот у них я нашла такой гаджет. У них, кстати, производство в Китае. Размер у прибора 30 с лишним сантиметров. Он достаточно легкий. Называется он Eye. Очень интересный прибор. И, пожалуй, это один из самых красиво выглядящих гаджетов вообще для глаз, которые я только видела. Он в очень красивом кремовом оформлении. Из такого супер гладкого пластика. Вы здесь используете два режима. Инфракрасное излучение и оранжевый свет. Кстати, для глаз это хорошо, потому что голубой, кстати, свет очень часто используется для глаз. Вот тут, кстати, большой вопрос, потому что голубой свет у нас с вами... Ну, давайте не будем, да, отвлекаться на то, что это портативный гаджет. И вообще, там большой вопрос, а насколько там этот свет в таком маленьком гаджете, на такой маленькой площади будет давать результат. Но, в принципе, если мы говорим с вами о том, что синий свет используется в гаджетах, он используется в первую очередь как антибактериальный. А вокруг глаз, ну, как правило, высыпаний никаких ни у кого не бывает. А вот оранжевый свет от пигментации и красный свет LED-терапии, если мы говорим для уплотнения кожи, это здорово. Что мне еще понравилось? Очень аккуратные диоды, очень аккуратные контакты. Когда гаджет издает звук, вам нужно переключить его, передвинуть на другую зону, и через 4 минуты он отключается. То есть здесь полностью автоматическое включение. Что еще понравилось? Первый раз такое вижу. Вот где у нас с вами зарядка, прячется вовнутрь. То есть вода в этот разъем не попадет. Вот если вы используете прибор с гелями, у бренда есть свой гель, кстати, очень неплохой. Я его протестировала. Он отличается хорошим скольжением, и он долго не высыхает. Очень, посмотрите, приятная штука. То есть лицо остается прям влажным-влажным-влажным. Ой, и вот сейчас я начинаю по гелю работать. Ох, как здорово работает. То есть вы токи очень-очень здесь ощущаете. Поэтому если вы, миорелаксацию я имею в виду, это настоящий ЕМС режим у нас с вами здесь. И если вы ищете именно для глаз, или может быть зонально вы будете как-то использовать на зоне носогубок и так далее. Это очень хорошая идея на самом деле. И еще бренд предлагает вот такое решение. Кстати, я подобного рода крем за безумные деньги видела одного японского бренда. Это крем со спикулами. Я все думала его купить, не купить. Но видите, здесь достался мне крем для глаз. Тоже он продается в этом же магазине. Это крем со спикулами. Спикулы – это часть скелета пресноводных губок. Они у нас с вами рассматриваются в разных ипостасях. Во-первых, это для того, чтобы регенерировать кожу. Потому что любое проникновение в кожу какого-то инородного предмета, каким бы он маленьким ни был, а там спикулы – это один, по-моему, нанометр, вообще гораздо тоньше волоса. В любом случае, это вмешательство, это проникновение в кожный покров. Вы эти спикулы здесь чувствуете. То есть, вы особенно, когда начинаете массировать, идет такое покалывание. И вот здесь производитель нам рекомендует использовать в том числе прибор по крему со спикулами. Здесь у нас и улучшение пенетрации, усиление регенеративных функций, естественно, будет. Потому что на травму кожи, кожа реагирует повышенной выработкой коллагена. Здесь у нас ускоренная за счет этого обновления кожа. Ну и плюс сами по себе спикулы – это микротравма, это способ доставки компонентов кожи. И в том числе в этом креме есть ацетил гексапептид-8. Вы знаете, что у него 850 дальтон молекулярная масса. То есть, чуть-чуть больше, чем нужно. Но вот благодаря спикулам как раз-таки он имеет все шансы проникнуть в более глубокие слои кожи. Поэтому, возвращаясь к прибору, мне он нравится визуально. Мне очень нравится, как он сделан. Ничего нигде не люфтит и выглядит очень достойно. Мне кажется, это отличный подарок. И вот вкупе с ретинолом, если мы говорим о том, что кто-то из вас боится все-таки по каким-то причинам использовать ретинол вместе с микротоками, тогда переходите на вот такие локальные варианты. Потому что под глазами все-таки ретинол мы используем не так часто. Ну и согласитесь, для кого-то это такой единственный удобный может быть формат. Я прибором довольна, скажу вам честно. Первый опыт мой с этим брендом. Пока что полет нормальный. Очень достойный прибор и по исполнению, и по функционалу. Другой распространенный вопрос, и постоянно об этом говорят, это использование кислот и ретинола. Кто-то говорит о том, что с ретинолом вообще нельзя использовать кислоты, их нужно просто исключить. Кто-то говорит, что можно, например, кислоты утром, ретинол вечером. Кто-то говорит, что можно в один прием, например, кислоты и ретинол. Все очень индивидуально. То есть, когда мы с вами говорим о том, что какие-то компоненты совместимы или несовместимы, мы должны с вами иметь в виду следующее. Первое. Формула актива. Формула действующего вещества. Это эфир ретинола. Это ретинол какой? Прямого действия. Или он инкапсулирован? Инкапсулирован, если то, во что. Или это ретинол, или это гидроксипиноколон ретинуат. Что это? Про что мы говорим? Второе. Когда мы говорим о кислотах, тоже мы с вами разбираем, какая это кислота, в какой концентрации, какой PH продукта конечный. Если он полтора, то, наверное, вообще не стоит ничего использовать совместно. Если он 3,6-3,8, то почему бы и нет? Ну и, собственно говоря, какова концентрация этих кислот? Это 1%, это 7%, это 30%. О чем мы здесь говорим? Это альфа-гидроксикислоты, это полигидроксикислоты. Это все имеет значение. То есть так просто вот наобум огульно сказать, а вот ретинолокислоты несовместимы. И третий параметр, почему действует этот запрет? Запрет действует потому, что это конфликтующие друг с другом продукты по уровню PH. Тогда опять смотри выше. Возвращаемся к PH конечного продукта. Он должен быть вам известен, чтобы так рассуждать. О некой нейтрализации. Потому что когда говорят о том, что ретинол действует при неком PH, прекрасно, но хочется узнать конечный PH самого продукта. Он ведь там не один. Вы не чистый ретинол мажете на свою кожу. И у ретинола на самом-то деле не такой уж и узенький диапазон действия PH. Кислоты мы уже с вами обсудили. Сам факт наличия кислот ни на что не влияет. Нам нужно знать концентрацию конечной PH продукта. Но безусловно, если мы с вами говорим о гликолевой кислоте и салициловой кислоте, вот они составляют такую группу риска. Почему? Не потому, что кто-то кого-то нейтрализует, а потому, что сами по себе эти кислоты способствуют раздражению кожи. Салициловая кислота, кератолитик, она может затрагивать даже нервные окончания. И, соответственно, вы вплоть до болезненных ощущений можете испытывать при контакте с салициловой кислотой. Гликолевая кислота сама по себе стимулирует кератиноциты в базальном слое. И этим же занимается ретинол. Он тоже стимулирует кератиноциты в базальном слое. То есть идет ускоренное, форсированное обновление кожи. И, конечно, когда мы объединяем гликолевую кислоту и ретинол, мы можем получить более стойкое раздражение. Что в этих случаях нам с вами нужно делать? Выбираем с вами, если это салициловая кислота, например, вы с помощью ретинола лечите акне. Тогда логично, у вас в уходе будет и салициловая кислота, и ретинол, скорее всего. А может быть не ретинол, а может быть другие формы ретиноидов. Адопален, например, у вас может быть. А может вообще на третинаине сидите. Да, но я напомню, что третинаин – это лекарственный препарат, потому что он непосредственно связывается с ядерными рецепторами клетки. Такое действие в косметических ингредиентах запрещено. То есть поэтому третинаин – признак у нас с вами аптечный препарат. Все остальные формы ретиноидов связываются и работают через такую цепочку опосредованных реакций. Хотя, конечно, для прощения мы с вами говорим о том, что да, идет влияние на ядерные рецепторы, но не напрямую, вот так вот, директно, как это делает третинаин. И мы можем с вами выбирать продукты с другими формами салициловой кислоты. Вот смотрите, какая интересная штука вышла у бренда Open Face. Мне вообще нравится этот очень бренд, и мне нравится их блог, который они ведут. Если я вспомню, как он называется, я вам напишу это внизу, но я, по-моему, уже вам как-то раз об этом говорила. Называется здесь формула Triple Treat. Почему? Потому что здесь сама салициловая кислота, ее соль, содиум салицилат, и эфир салициловой кислоты, каприлоил салицивик эйсид. И они в одной формуле соединены для того, чтобы поддерживать уровень выработки кожного жира, для того, чтобы работать с высыпаниями, и нам здесь известен PH конечного продукта. Мы с вами знаем, что здесь PH 4 и 0, это указано на упаковке. При этом мы знаем, что сумма, суммарно весь комплекс у нас с вами 3%. И большую часть из него занимают соли салициловой кислоты и эфир. То есть чистой салициловой кислоты, как производной фенола, здесь получается у нас с вами не так уж и много. И вот вам, пожалуйста, вариант для смягчения кожи, отшелушивания кожи, работы с черными точками, работы с высыпаниями. И при этом мы можем здесь использовать ретинол. А как мы с вами можем использовать ретинол? Опять же, мы же не начинаем его с вами использовать каждый день. Конечно, если это не какие-то супер мягкие формы. Мы начинаем с постепенного ввода. И у вас есть вот это время, есть запас, когда вы можете отследить реакцию кожи. И если она появляется, то здесь вы действительно уже регулируете эти вещи. Конечно, когда мы с вами говорим о периоде использования ретинола и о том, что мы только начинаем с вами вводить ретинол, мы помним, что липидовосстанавливающие кремы с церамидами, холестеролом, жирными кислотами нам необходимы. Не потому, что ретинол повреждает эпидермальный барьер, а потому, что адаптация кожи происходит быстрее. Процессы вот этого повышенного роговения, которые неминуемо связаны с обновлением кожи, особенно первое время, хорошо проходят. И совершенно великолепный крем вышел у бренда Open Face. Называется Know Your Lipids. Вот как раз таки с холестеролом, церамидами и жирными кислотами. Удобная туба, мне кажется, чуть-чуть поменялись упаковки у бренда. И что в этом креме прекрасно? Опять же, если мы говорим о жирной коже, например, он легкий. Он легкий, он очень приятный, он как нежное-нежное, такое, знаете, шелковое какое-то одеяние или платочек ложится на кожу, прямо вот укутывает ее так ласково, но нет жирности, нет липкости. Поэтому, когда мы с вами говорим о терапии АКНЕ, где у нас будет и ретинол, и липидовосстанавливающий уход, все, что нам нужно, это подобрать правильную форму, консистенцию, следить за уровнем ПАЖ, и обязательно следить за тем, чтобы в уходе были липидовосстанавливающие компоненты, успокаивающие, хорошо неоцинамид, когда есть в уходе вместе с ретинолом, они вообще большие друзья. Вот вам, пожалуйста, идеальный пример, и здесь не надо, опять же, да, ой, давайте я возьму сейчас неоцинамид отдельно, отдельно ретинол, ой, а куда мне потом все это впихнуть, смотрите, АКНСКИН, идеальный, опять же, вот с чего начать, с чем сочетать, да, я к этому вопросу, идеальный ретинол для начинающих, 0,35. Во-первых, здесь у нас с вами церамиды и фосфолипиды, здесь у нас с вами две стабильных формы витамина С, опять же, обожаю этот миф про то, что нельзя использовать витамин С вместе с ретинолом, скорее всего, этот миф проистекает из того, что у витамина С есть форма аскорбиновой кислоты, тогда теоретически, опять же, ретинол и аскорбиновая кислота могут раздражать, но здесь у нас с вами две стабильных формы витамина С, совершенно потрясающе, что здесь есть глутатион, И, опять же, какой ретинол использован? А здесь использован инкапсулированный ретинол. И здесь есть неоцинамид, и он стоит здесь на втором месте. Это абсолютно скомпонованный, сбалансированный продукт. Спикулы кусаются теперь на руке. Они остались, и каждый раз, когда что-то наносишь, все пощипывает, покалывает. Так вот, здесь у нас с вами хорошая стеклянная упаковка, полностью без доступа кислорода, с хорошим дозатором. Очень хорошо этот ретинол вписывается в рутину, заменяет очень много продуктов, потому что он и неплохо так, вы знаете, увлажняет кожу, у него очень приятное покрытие. Здесь масса хороших антиоксидантов, и они же будут работать с пигментом. Представьте себе, ретинол плюс неоцинамид, плюс две стабильные формы витамина С, плюс глутатион. Это же блестящая вообще четверка для того, чтобы работать с пигментом. Он же для того, чтобы работать с морщинами, потому что эти компоненты являются коллаген-стимулирующими. Неоцинамид плюс церамиды и фосфолипиды – это хорошо, вот эта тройка для кожи сухой, потому что неоцинамид еще будет форсировать образование липидов, а фосфолипиды – такие предшественники церамидов. Поэтому тут вот с какой стороны ни посмотри, это хорошее сбалансированное современное средство. Да еще и ретинол здесь не прямого действия, а инкапсулирован. А это значит, что вариативность, вообще его сочетание с другими активами, с теми же кислотами, она очень-очень высока. Ну и на худой конец, когда мы с вами говорим про отшелушивание и ретинол, да, то есть мы разобрались с вами, что мы смотрим на форму актива, на его концентрацию, на его вид. Что делать, если все-таки вы боитесь сочетания кислот и ретинола, пусть даже я вам все объяснила, что он может быть там инкапсулирован и так далее, смотрите внимательно. Да, действительно, бывает, что настолько повышается чувствительность кожи, бывает, что настолько вот она шелушится и красная, но там уже при всем желании кислоты не сможешь использовать. А отшелушивать надо, потому что я все-таки адепт той теории, что да, ретинол вызывает как бы шелушение, вы его видите глазом. Но, как правильно, по-моему, Тина Расмяймедер в свое время сказала, то, что кожа шелушится, это не значит, что она отшелушивается. И поэтому помочь отшелушиваться надо. Кто нас здесь выручает? Конечно, нас здесь выручают энзимы. И я вам их показывала очень-очень много. Мне нравится Усулэп Софт Оотмил Энзим Пауэлл Ваш. Он у нас с вами, с успокаивающими компонентами этот продукт. И что мне нравится в этой пудре, здесь из злаковых есть еще мелкого-мелкого помола пудра. И она создает такой эффект микродермобразии. Ну и плюс при контакте с водой начинается действие энзимов. Они здесь разных групп. Ну и помимо того, сами злаковые вот эти вот растения, которые здесь содержатся, они у нас с вами работают на успокоение кожи. Вообще формула заявлена как гипоаллергенная, но вы понимаете, что это бабка надвое сказала. То есть у кого-то обязательно на что-нибудь будет аллергия. Но вообще, конечно, энзимы переносятся очень хорошо. И мне здесь нравится вот это сочетание шлифовки, такой мелкой, бережной, как у птан. Знаете, вот как будто бы у птан смешали с энзимной пудрой. Эта штука мне очень нравится, и она безумно экономная. То есть я не знаю, сколько мне нужно ей еще пользоваться, чтобы там еще хотя бы четверть у меня закончилась. А сколько не пользуюсь, по-моему, она так и не заканчивается. А второй продукт – это новинка от бренда Сьюским, нашего с вами любимого. Называется этот продукт Papaya Peeling Gel из линейки Dr. Solution. Это у них такая интенсивная линейка. Мы с вами наносим этот продукт на кожу, либо слегка влажную, либо вообще сухую. Массируем и смываем. Можно использовать 1-2 раза в неделю. Но знаете, что интересно? Божественно пахнет, потрясающая такая очень удобная консистенция. Он не ласковый и нежный котик, этот продукт. Он достаточно интенсивный. Я его использовала и на руках, и на лице, и на шее, и на декольте. Несмотря на то, что он в процессе применения кажется, ой, ерунда какая-то. Потом ты его смываешь и понимаешь, что нет, ты сделал пилинг. Причем пилинг достаточно такой интенсивный. Здесь опять же разные виды энзимов, но главным образом они из Papaya. Вот он, кстати, у меня практически закончился. Я если на просвет смотрю, он практически закончился. То есть вот стольчика у меня здесь осталось. И что мне еще понравилось у этого продукта? Он достаточно жидкий. И он так как будто бы хорошо впитывается в процессе. И только вот эти катышки остаются, которые вы так скатываете, скатываете. И так и достаточно обильно, слушайте, они скатываются. Очень хорошая штука. Цвет лица потом наисвежайший. К чему, собственно говоря, я это все? Да к тому, что ну кто вам сказал, что нужно обязательно кислоты использовать с ретинолом. Ну почему нельзя рассматривать для себя другие способы отшелушивания? Ведь это может быть энзимная пудра, энзимный гель-пилинг. Это может быть мелкое-мелкое какая-то бережное микродермобразие, как у Птаны. Или как вот здесь вообще у Сулэп сочетается и одно и другое. Поэтому не нужно себя вгонять в ситуацию стресса. Да, и заставлять свою кожу из-под палки, чтобы обязательно она была всеядной. И чтобы вы использовали все активы, которые доступны на рынке. Если есть нужда в каких-то кислотах, обязательно смотрите на какую-то интересную современную форму. Би-чей, еще есть эл-и-чей, да, у нас с вами. То есть есть вообще экстракт коры ивы, в конце концов, в котором это салициловая кислота так нативно содержится. То есть вы сами себе хозяева не нужно идти только по очень узкому коридору. У него есть еще двери разные и ответвления в одну и в другую сторону. Вы сами комбинируете свой уход. Я надеюсь, что я помогла вам ответить на какие-то животрепешущие вопросы. А вот в следующем видео мы уже с вами обсудим кое-какие интересные продукты с ретинолом. Это уже будет практически итоговое видео о ретиноле. Я вам, наверное, хочу показать такие самые интенсивные, прямо очень круто работающие продукты с ретинолом, которые у меня были в прошедшем году. Еще раз повторюсь, что-то вы видели, что-то, может быть, еще нет, но в любом случае вы любите, когда я объединяю вот в такие тематические подборки. Так что я думаю, нам будет с вами что обсудить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего, пока! Субтитры сделал DimaTorzok